я вас приветствую на канале в этом уроке опять же хочу с вами поговорить о тестировании ipi из прошлых уроков вы если следили за моим каналом если нет тогда подписывайтесь на него мы смотрели как можно тестировать ipi при помощи фиддлер и так же самом есть отдельный плейлист посвященный postman и тут я лазил по интернет пространству смотрел что актуально и вот мы встретил такой инструмент он по себе очень сложного намного сложнее чем посман перед потому что при помощи этого инструмента мы можем еще тестировать как security тестирование делать то же самое нагрузочное тестирование тоже можно делать в рамках этого урока я покажу как можно будет установить настроить этот инструмент платные у него всего лишь 14-дневная версия да вы можете ее за 14 дней две недели и покажу что входит в рамки этой версии для того чтобы его скачать необходимо будет ввести формуляр чик он заполнить сейчас вы как раз заполнил и так же самое я оставлю ссылку в описании то что вы могли перейти на сам сайт сам инструмент сам по себе называется салпио и так у меня началось скачивание установочного файла я ввел все данные перешел на страницу и сейчас пока скачивается он предлагает мне ознакомиться с самим инструментом почитать документацию документацию как и со всеми инструментами необходимо читать потому что инструмент как я повторюсь очень объемно вы сами сейчас увидите сам его интерфейс увидеть его возможности что можно делать при помощи его и не то что делать а то что можно тестировать как можно создать собственные проекты на собственном тестировании итак установочный файл скачался я на него кликаю сейчас начнется установка идет подготовка теперь следующий шаг нам требуется кликнуть и next установка сама по себе очень простая сам инструмента занимает 809 мегабайт клик опять next я его установлю по умолчанию в программ файл и вот началась установка самого инструмента и сейчас этот инструмент запустится и так запускается сам инструмент я извиняюсь за сильный шум потому что микрофон находится рядом с ноутбуком и из-за этого довольно шумно выходит вот мы видим предупреждение что осталось у нас 13 дней мы можем купить нам это не надо в рамках этого урока я просто покажу ознакомительную версию не сейчас окей все мы видим откуда большой интерфейс где у нас есть projects и с дашборд и если integration мы работать будем с projects ну прожить на демо создаем свои проекты можно выбирать какие дашборде если вы работали вы можете выбирать различные виды как это будет отображаться ваше тестирование в каких именно будут выглядеть графиках то что можете создать собственное или уже выбрать из предназначенных которые тут у вас есть в integration вы можете скачать дополнительные плагины для вашей программы тут их огромное количество но мы их пока затрагивать не будем и мы начнем с того что мы создадим собственный проект и мы видим что мы можем кликнуть создать проект вот так на кнопочку и так же самое мы можем все соединить при помощи jira после как мы кликнули именно на создание проекта на project мы можем его также там и сохранить указать где мы его будем хранить и мы видим что создалась сразу же папка project 2 и мы можем не просто переименовать так же самое придумать какое-то свое название назовем ее тест и сохраним ее вот она наша открытая и мы видим что есть айпиа функционально тестирование security тестирование performance тестирования и опять вертал мы будем использовать функциональное тестирование security тестирование пока что под следующем уроке я вам расскажу про нагрузочное тестирование и как еще может будет создать именно новый проект или определенное какое-то тестирование мы можете кликнуть на файл и можете брать выбрать и new function тестирования новый security тестирование и него тестирование это как раз о том что говорил нагрузочное тестировать вы можете в отдельности выбрать и настроить ну все остальное у нас идет стандартная панель которая имеет как project шаги это стран хоп и вы есть из работы с различными другими программами так что основная панель и будет основная панель и инструментов будет вам вполне знакома я буду тестировать и айпиа который посвященный звездным воином я его тестировал при помощи postman и при помощи фиддлер и он довольно знакомый я буду чисто экспериментальных целях его использовать в этом видео уроке и давайте выберем с вами пускай это будут роботы и возьмем перечислим всех роботов скопируем этот url и теперь вернемся в саму программу и и что мы будем мы давайте с вами сделаем тест посвященный айпиа тестированием давайте делаем по-другому мы создадим и new function тестирования и тут мы выбираем что мы будем тестировать мы выберем через endpoint и кликаем старт необходимо тут указать что он был какой именно запрос тестировать get post put to delete но мы будем тестировать с вами get ставим сюда свой url и кликаем next выбираем new project или можем его уже добавить существующий который у нас есть которые мы создали переменовали в next но я оставлю существующие new project клику next и тут мы должны указать с вами что он должен возвращать должен возвращать статус-код какой ну мы его оставим по умолчанию 200 я изначально когда перед этим строил эту программу я выставлял статус к 400 и какой другой 500 и у меня подал тест потому что возвращался статус-код 200 как бы сам актуальный результат и укажем сколько будет максимальный респонс по времени 200 миллисекунд но это же самое его и оставлю дальше клику next все мы видим что создался наш новый проект и видим что у нас же опять появилась эта табличка которая предлагает запустить наш тест или добавить какие-то данные меньше пока добавлять не будем и просто запустим его при помощи этой таблички или можем просто закрыть и запустить его при помощи зеленой кнопочки run мы запустим его при помощи этой кнопки кликаем run все тестирование прошло и как вы помните из прошлых уроков у нас есть несколько видов файлов это идет xml json html в котором возвращать первым можем сохранить roll формат outline и так же самое overview и так же самое тут мы можем посмотреть что вернула нам ролл и какой формат и какой респонс и сейчас кликну еще раз мы видим ошибку в том что мы указали с вами максимальное время респонса должно быть 200 миллисекунд а у нас вышло 204 миллисекунды видим что у нас упал по сути из того что он стал красный если все хорошо было бы было бы у нас он зеленого цвета и сейчас я все переделаю и так я поменял время именно реквеста и сейчас она вышла 195 миллисекунд тогда было 24 тест упал и мы можем видим что у нас когда все прошло окей на у нас видим что тест стал зеленого цвета суть при том что я не могу сказать что это баг потому что у нас никак нет никакого регламентированного времени которое должно быть при помощи реквеста и получения get нужно просто пересоздал тест и не могу ссылаться на то что это был реальный баг вот и так же мы можем посмотреть все вкладки которые были до этого все что нам вернула и нам вернула именно сам объект со всеми ссылками если мы вернемся с вами вот мы как раз увидим на статус код 200 все окей и вернул нам вот этот объект именно с фильмами людьми планетами и с космическими кораблями как раз видим что вот это вот все он нам дернул то что тест прошел все окей следующее что хочу показать мы можем с вами перейти именно уже в как мы дальше можем тестировать все мы можем перейти в security тестирования и к нему создать и мы можем отсюда выбрать какие мы инъекции хотим делать какие не хотим но в рамках этого урока выберу все укажем какой айпи мы будем тестировать и так что мы видим что у нас есть специальный подраздел для про вот который идет платный по что насчет бесплатная версия и давайте просто это все уберем кликнем окей вот видим что все что мы выбрались она добавилась и так что мы можем в отдельности каждый просмотреть и добавить какие-то свои силам необходимо данные какие-то скрипты можем просмотреть и может добавить но я буду все оставлять как она есть в рамках этого урока и мы добавили именно уже 9 различных security тестирования и как их можно применить мы можем просто в отдельности выбрать и кликнуть на кнопочку play а можем просто выбрать все и кликнуть на кнопку play и давайте я нажму на play и так наш тест закончился он был по времени 22 секунды у нас же есть также уже обратный фидбэк мы можем показать этапе какое количество файлов пришел к планету у нас не прошло три файла достаточно лог вы мы можем посмотреть что у нас не прошло мы мой выбрать это тут у нас упал и можем посмотреть что тут был у нас у нас не прошел вот это вот скрипт и можем по скроллить дальше если наш наш найти что у нас не прошло и самое главное что тут удобно очень сильно мы можем взять это сейчас покажу как делается именно сделать бах-репорт и перед этим как мы создадим наши бах-репорт как актуально можем его назвать и я можем перейти уже покажу остальные вкладки отойдет компаер и в history можем поставить историю самого тестирования штаны странно сюда не сохранилось то что после раз она сохранялась ладно вот еще раз запустим его перейдем обратно в history странно почему история не сохранять вот мы можем поставить история просто не выбрал чекбокс и его так тоже можем просто итак перейдем самое главное мы хотим сохранить с вами бах-репорт мы можем его вот так вот сохранить и просмотреть и так вот кликнем сюда мы его сейчас сохраним и откроем я его открыл при помощи акробат вы можете открыть если у вас нет акробата через explorer 2 тоже может кровать и pdf инструменты и вот так вот выглядит он указывает название тестирования что производилось что упал указывается как раз дата указывается время указывается что тестировалась то же самое указывается какие виды производились и показывается на чем что упало как раз мы можем построить где бывает был error где было предупреждение ну то что и еще на предупреждение и вот это тоже может будет отдать разработчику чтобы нам мог уже на основе этого изучить сами проблемы сути сам баги и именно этого и 5 и на этом я хочу закончить свой урок пишите в комментариях понравился ли вам этот инструмент продолжать ли мне рассказывать об этом инструменте лиски это вопросы по поводу этого инструмента будет еще один урок по нагрузочному тестированию покажу как можно его делать я вы ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем пока